Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Модная игра с Александром Роговым Итак, шоу начинается И мы приступаем к первому этапу Разбору гардеробов За конкурсантками этой недели Уже отправились наши агенты Они застанут героинь врасплох Опустошат их шкафы И привезут на личную встречу С Александром Роговым Здравствуйте Здравствуйте Я не ожидала вас видеть Хотите доказать, что вы круче всех? В целом, да Я готова не только доказать Я готова и показать это Шоу начинается прямо сейчас Пройдемте с нами Александр Рогов вас ждет Куда? Пойдемте Где он меня ждет? Меня зовут Мазаева Наташа Я приехала в Москву Из Краснодарского края Из великого русского села Белой Глины Я была вообще Самой модной девкой на деревне Теперь я приехала в Москву Хочу показать, что Москва Тоже большая деревня И в этой деревне Я тоже стану самой модной Меня зовут Алиса Лис Я креатор И поэтому я обожаю все, что связано с модой Со стилем Я обожаю стилистику 90-х, 2000-х годов Всем привет Меня зовут Соня Гавс Я из Москвы Каждый день я разная То есть сегодня я могу быть а-ля милая кукла А завтра я могу быть жесткой Рэп-герл И я хочу доказать, что я круче всех В конце этого выпуска вы узнаете, кто победит Алиса, Наташа или Соня Мне странно, что вообще мы сидим в машине Что происходит и что сейчас будет Я вообще не понимаю Я до сих пор в шоке Мне на самом деле очень интересно, что сейчас покажут Девчонки, привет Привет, я Александр Рогов Добро пожаловать в мое новое, игровое, модное шоу Кто круче всех Привет Прямо сейчас вы едете на встречу со мной Но на встречу со мной едете не только вы А кто? Нет, это уже интереснее На встречу со мной едут еще и ваши гардеробы Перед тем, как мы с вами встретимся Я разберу ваши гардеробы для того, чтобы составить портрет Каждой из вас Потому что согласитесь По вещам человека О том, где и как он живет Как хранит свои вещи Можно многое сказать Я не могу сказать, что я вот этому рада Я рада, кстати Он имеет полное право высказать свое мнение на данную тему Потому что он гуру в этом просто В итоге, с владелицей гардероба Который впечатлит меня меньше всего Или, возможно, разочарует А может быть, даже напугает К сожалению, мы попрощаемся навсегда Нет, это вообще Ты думаешь, ты можешь быть ней? Нет, я ей Уверена на сотку? Вот знаешь Вроде бы я из села, да? А исправлять мне приходится тебя почему-то А ты думаешь, ты можешь быть ей? Я надеюсь, что нет Потому что мой гардероб, он собирался долго и очень тщательно Но в целом я бы очень сильно расстроилась Короче, каждая думает об этом Что она, скорее всего, нет Кстати, девчонки Для каждой из вас в нашем трейлере есть подарок Это набор уходовой косметики от бренда «Русская косметика» Обратите свое внимание на гель-масло для душа Из серии «Драгоценные масла» Это особенное средство с семью маслами в составе Подойдет даже самой чувствительной коже При контакте с водой гель-масло превращается в нежнейшую пену Она бережно очищает и увлажняет вашу кожу Которая становится напитанной, бархатистой и ароматной Спасибо Кто круче всех? Модная игра с Александром Роговым Итак, приступаю к разбору гардероба Первой модницы Вперед! Не мой Не мой, не мой, не мой, не мой Твой, твой, да? Это моё Мне кажется, что этот гардероб принадлежит либо взрослой даме, которая застряла в 90-х И вот в тех самых времен на шопинг не ходила все вещи из прошлого Нет, нет, я не женщина, которая застряла в прошлом Я, которая взяла это прошлое и интегрировала в настоящее Либо это гардероб молодой, прикольной девчонки, которая знает, как можно купить не задорого крутые, интересные вещи Потому что я даже здесь бренды известные вижу Да, всё верно, это вещи из прошлого Это все изделия 90-х, нулевых годов Ну это тру винтаж у тебя просто Да, настоящий, да, отдали как раз мамой, как мои феи крёстные, как я её называю Вы знаете, у вещей такой специфический запах, это запах вещей секонд-хэнда Более чего? Пахнет старостью Здесь столько интересных, сложных вещей Смотрите, сложное платье Смотрите, сложная кожаная юбка на частых заклёпках Вау, ничего себе Это один из моих любимых бельгийских дизайнеров, между прочим Спасибо Как приятно слышать Я здесь не вижу базы Вы знаете, что я люблю, когда сложные вещи обыгрывают базовыми Здесь нет ни базовых джинсов, ни базовой футболки, ни базового топа Я вообще не понимаю, какие луки владелицы этого гардероба пилят Алиса, ты вообще всегда ходишь в винтажном? Ну, я не скажу прям всегда, но какой-то элемент гардероба, он всегда присутствует Наши агенты сделали фотографии интерьера нашей героини Вещи хранит хорошо Обувь вся расставлена ровно Всё висит на вешалках Есть небольшой творческий хаос Вижу вот эти кисточки здесь в банке Этим кисточками наша героиня явно пользуется Да, видимо, она рисует Да, ура! Я тоже рисую, Бригиня Мне очень нравится, что владелица первого гардероба творческая Что она даёт своей творческой энергии возможность выйти наружу Она и рисует, она и наряжается Ну да, от одежды чуть-чуть пахнет Ну а что? В ней должен быть хоть какой-то изъян То есть, если я, короче, что он нашёл какой-то такой небольшой минус Пахнет старостью Химчистку задем, духами побрызгаем, всё будет Химчистка это Неприятности с кожей забываются легче, когда рядом Лева Миколь Его тройное действие, противомикробное, противовоспалительное, ранозаживляющее Способствуют заживлению ран, ссадин и порезов Лева Миколь, пусть ваша кожа помнит только хорошее Вы смотрите шоу «Кто круче всех» И сегодня за звание самой крутой модницы недели и за 50 тысяч рублей сражаются Любительница винтажа Алиса Народный стилист Наташа И рэп-артистка Соня Теперь я готов раскрыть вам, да и себе, тайну гардероба нашей второй претендентки Название «Круче всех» Готовы? Я да Это не мой, девчонки, сразу было Мое Мое Если честно, я просто люблю кучу цацачек скупать, потому что я считаю, что образ дополняют именно аксессуары Я насчитал 24 пары пыльных очков У них еще волосы какие-то налипли Что за позор? Почему меня просто решили запозорить? Блин, что будет обо мне говорить? Мне кажется, что владелица этого гардероба и носит эти очки, и еще в них пилит какой-то контент По ощущениям, это гардероб, знаете кого? Это гардероб начинающей стилистки Или блогерши Да Здесь у нас кокет-кор, смотрите, корсеты в стиле Мари Антуанетты Здесь у нас балет-кор, я здесь вижу пачки Я действительно стилизую, стилизую съемки, людей И правда, тут правда я прошлась по трендам, потому что я люблю, я такая немножко жертва маркетинга, я цепляю трендики И вы знаете, что ей вообще не важно, как вещи выглядят в жизни Самое главное, чтобы вещи классно смотрелись в кадре, ну вот это же в кадре классно будет смотреться, да, но в жизни все это бутафорское Прям бутафорские, неаккуратные, некачественные вещи Он что, меня прочитал? Как это вообще возможно? Я попробую найти доказательства того, что владелица этого гардероба стилистка Так, я в мурашках, я завелся, сейчас найду Я реально найду что-то, что говорит о том, что она стилистка Я знаю, мне кажется, он сейчас найдет мои такие на большой платформе ботинки Я нашел, я нашел доказательства, что владелица второго гардероба стилистка, вы видите? Скотч, да? Скотч? Да, да, это делается для того, чтобы эту обувь, ну во-первых, не пачкалась циклорама Да, да, да Или чтобы сдавать потом вещи в магазины Знаем, знаем, проходили Так, хочу посмотреть на фото, которое сделали наши агенты в квартире героини Перчатки Ребят Мне кажется, это не ботафория Мне кажется, что владелица этого гардероба реально занимается боксом Ты ММЭ занимаешься? Да, я занимаюсь Нормально лица крошишь Ты хочешь это проверить? Слушай, не хочу на самом деле, вообще я драться не умею, я только словами могу очень сильно бить Я забираю свои слова обратно Это великолепный гардероб, все очень хорошо, ты самая лучшая, ты самая крутая, ты уже победила, ты круче всех Девчонки, простите, до свидания, королева уже царица определена, отмазаться не получится, потому что, ну, сами понимаете Да, перчатки, конечно, все порешали Ну ладно, я шучу, третий гардероб разберу и буду делать выводы О май гад Я уже боюсь разбирать третий гардероб, что меня там ждет, я не знаю Но надеюсь, у меня получится сделать правильные выводы Приступаю к разбору гардероба третьей претендентки на звание самой крутой модницы Вперед! Мне очень интересно, что мы сейчас увидим Очень Я буквально руки потираю Ну что я вам скажу, дорогие мои, официальное обращение Если не смотреть на детали, если не смотреть на нюансы, а деталей и нюансов тут много, то я мог бы предположить, что обладательница этого гардероба любит спортшик Мне очень нравится бомбер зеленый, очень сильный И скорее всего обладательница этого гардероба обладает еще и потрясающими длинными стройными ногами Потому что здесь мы видим мини-юбку, здесь мы видим мини-шорты, здесь мы видим еще одни шорты Нет, потрясающей попкой я обладаю Но как только я смотрю шире, я вижу столько деталей Я сейчас все эти детали соберу Секунду Так, раз деталь Еще деталь Еще деталь Еще деталь Вот деталь Вот деталь Вот деталь У меня вопрос, какое количество их? Париков? На данный момент у меня 37 париков Я занималась париками, я вообще транссеттер париков в России Я начала их носить первые, я это украла из Штатов В принципе, вообще весь мой гардероб на основу на девушках-артистках Я тоже артистка, я рэп-исполнительница Я люблю шокировать публику, я знаю, что они такие как все Я знаю, что мне это идет, вот еще что очень важно И как только я обращаю внимание на все это Я предполагаю, что обладательница этого гардероба не модница Обладательница этого гардероба персонаж А тебе нравится быть персонажем именно, а не человеком, личностью? Я личность Ну, меня не задело как бы мнение Александра Персонаж прикольный, why not Но главное, что я знаю, кто я, вот и все Это не про моду, это не про стиль Возможно, это даже про какую-то проблему Вопрос Почему владелица этого гардероба хочет привлекать к себе так много внимания? Просто ржу, честно, всегда, когда мне говорят, что у меня какие-то проблемы У меня совершенно нет никаких проблем, у меня была классная семья, я самодостаточна Мне все нравится, я кайфую, мне это нравится И да, я хожу без парика, кстати, на улицу, у меня классная стрижка Но просто не сегодня, и не сейчас, и не для вас Давайте посмотрим на то, в каких обстоятельствах она живет Ну, как я и думал, эти вещи, это вершина айсберга Вы только посмотрите, сколько еще обуви на полках Такое ощущение, что наши агенты просто поспешили Или просто не смогли увезти все это добро сюда, в студию, ко мне Здесь у нее микрофон, это приз зрительских симпатий Она, возможно, поет, возможно, она рэп читает Возможно, она на сцене выступает Возможно, она стендапер Она еще и королева красоты Вы понимаете? Она про все И ни о чем при этом Талантливый человек талантлив во всем Я и пою, я и рисую, типа, я рисую с четырех лет, пою с шести лет Я переводчик, я знаю иностранный язык Бог мне дал, как бы, все, я могу все Ну, типа, почему, как бы, я сразу какие-то... Меня просто задело, меня прям бесит, что мне скажут, что у меня проблемы Давай, прочитай, покажи нам себя настоящую Нет, я не буду ничего считывать, я не хочу Почему? Ну, не хочу Было бы очень интересно Я пишу альбом сейчас, это секрет, но не хочу, у меня нецензурная лексика Ну, и старенького? Нет, для ушей нет А фристайл? Давай Нет, не хочу Итак, я разобрал три гардероба Я составил ваши портреты Мне не терпится с вами увидеться И мне нужно принять непростое решение До встречи в студии На самом деле мне страшно, потому что сейчас будет итог Есть какие-то ставки Ставки, кто из нас уйдет, не знаю, мы все яркие, разные И каждая по-своему, ну, молодец Ну, меня не задело, но моя внешность, все говорят, моя внешность обманчивая И вот для него мой гардероб тоже оказался обманчивым То есть многие вещи были в противовес, ну, там, не в обиду, Александр Но вы многое не угадали Кто круче всех? Модная игра с Александром Роговым Итак, начинающая стилистка Наташа, человек-оркестр Соня И любительница винтажа Алиса Наконец добрались до студии Чтобы лично встретиться с Александром Роговым Услышать его фэшн-вердикт И узнать, кто из них покинет шоу прямо сейчас Привет, девчонки Привет Вот вы какие Так, ну-ка, покрутитесь, давайте Раз, два, три Раз, два, три Но прикольные, все интересные, яркие Я пока лишь догадываюсь, кому из вас какой гардероб принадлежит Но выводы я уже сделал, часть моих выводов вы слышали И, к сожалению, или к счастью, это модная игра И кто-то из вас покинет шоу прямо сейчас Мне кажется, что владелица первого гардероба классная Она, конечно, обожает винтаж И мне это очень понравилось Этот гардероб, гардероб с лицом Но от запаха нужно избавиться Гардероб номер два Интересный В нем много ярких, контрастных, акцентных вещей Поэтому гардеробу я сразу понял, что это моя коллега Что это стилист, практикующий Я даже доказательства нашел Но мне кажется, что владелица этого гардероба до сих пор не понимает, кто она Какая она, про что она Она себя еще ищет И, возможно, искать нужно не в этом выпуске Гардероб номер три Взрывной Опасный Я предполагаю, чей он Я вижу парик И мне кажется, что эта девушка Дерзкая, резкая Такая острая Прям плохая девчонка И, возможно, эта плохая девчонка станет сегодня хорошей Потому что она проходит в следующий тур Правда? Я могу тебя обнять Я тебя поздравляю Спасибо большое Ты опасная Я это чувствую Но ты персонаж И это хорошо Ты тоже себя ищешь Я правда считаю, что ты пока себя еще не нашла Но ты уже персонаж Девчонки, кто-то из вас покинет шоу? Мне очень непросто Я бы всех троих допустил, конечно, к следующему этапу Но игра есть игра Правило есть правило И я принял решение И шоу покинет Обладательница гардероба номер Кто круче всех? Модная игра с Александром Роговым Вы смотрите шоу «Кто круче всех?» Где три совершенно разные девушки борются за звание самой крутой модницы недели и 50 тысяч рублей Александр Рогов уже разобрал гардероб каждой из них Сделал выводы и готов озвучить свое решение Кто покинет шоу прямо сейчас? И шоу покинет Обладательница гардероба номер Два Это ты? Да Как тебя зовут? Наташа Наташа Я с тобой сейчас прощаюсь не потому, что ты плохая Я с тобой прощаюсь сейчас, потому что я в тебе вижу себя И тебе сейчас нужна плеуха Чтобы вырасти Чтобы стать круче В любом случае, это классный опыт И я вас обожаю, и мама вас обожает И что мы здесь встретились, это вообще все очень здорово Спасибо большое Привет маме Обязательно И я приглашаю тебя в следующий сезон Хорошо, спасибо Ты пройдешь сразу в финал Договорились? Иди я тебя обниму Спасибо большое Спасибо тебе Спасибо Ой Удачи, Кис Как это сложно Я не могу Все, иди Долгие проводы, лишние слезы До свидания До встречи Тяжело Ну я очень рада, что я приняла участие в этом проекте Это большой яркий этап в моей жизни Я думаю, что действительно будет хорошим бустом для меня, как для стилиста Каждый совет Александра для меня очень важен и ценен От таких людей нужно воспринимать информацию, как и от наставников И впитывать, впитывать и впитывать Соня, Алиса, вы в финале, я вас поздравляю Вы сдали свой первый фэшн-экзамен И вас ждет следующее задание Выполнив которое, мы определим победительницу этой недели И узнаем, кто из вас круче Итак, прямо сейчас вы отправитесь на шоппинг В вашем распоряжении, внимание, будет один час времени И неограниченный бюджет Вау Но рано радуетесь Ваша задача — собрать образ в конкретном стиле Какое направление вам достанется, мы узнаем, раскрутив модное колесо фортуны Оценивать получившиеся наряды по десятибальной шкале, кроме меня, будут наши эксперты Моя коллега, стилист Лина Дембикова и приглашенный звездный гость Кто это будет, позже узнаете Есть два нюанса Вы должны не просто придумать образ Я жду от каждой из вас настоящего преображения Я же мастер преображений И второе Несмотря на то, что бюджет не ограничен За ценами в магазинах, на вашем месте я бы все-таки следил Вот почему Потому что если ваш итоговый образ будет стоить меньше 15 тысяч рублей То вы получите пять дополнительных баллов Которые могут оказаться решающими Вам все понятно? Да Вопросов нет? Нет Пришло время крутить колесо Это сделаю я Есть задания, которые хотите, которые не хотите? Да, счастливый случай хочу и хип-хоп Так Ретро, однозначно Интересно, что выпадет, ретро или хип-хоп Да ладно! Я в шоке Можем заканчивать программу Соня, ты понимаешь, что ты везучая Но вот ты сейчас радуешься А подумай о том, что ты уже условно хип-хоп А я хочу преображение Я знаю, чем тебя удивить Ладно? Обнимаемся Удачи Спасибо, Соня Все, девчонки, пока Пока До встречи Пока, пока, пока С Александром Роговым Наступило время второго этапа шоу Это модный шоппинг Фэшн-битва выходит на новый уровень Две соперницы Соня и Алиса Уже приехали в торговый центр за покупками А Александр Рогов Вместе с постоянным экспертом программы Линой Дембиковой Прильнули к экранам Чтобы наблюдать за процессом Оценивать модные идеи участниц И делать ставки Кто из них победит Мне попалась моя тема Моя стезя Я буду выбирать образ в стиле хип-хоп Я живу хип-хопом Я с этим справлюсь Я на самом деле не считаю Своей соперницей конкуренткой Потому что я посмотрела ее гардероб И на самом деле Это не про моду И не про стиль Это, скорее всего, про какой-то эпатаж Про какой-то образ И про желание всем доказать Вот, я здесь Хип-хоп, он в тебе либо есть Либо в тебе его нет Моей соперницы его нет Хип-хоп, он в тебе либо есть Либо его нет Интересно, я бы справилась, кстати, с таким заданием Есть ли во мне хип-хоп? Хип-хоп — это про низкую посадку Широкие джинсы Топы Очень много аксессуаров Это браслеты Кольца обязательно И банданы Но самое главное — это открытый живот Либо, возможно, мини Но сверху должны быть какие-то большие бомберы Молодец Все правильно Это действительно игра с объемами Открытый живот точно Это гигантские бомберы в сочетании с мини Или огромные штаны в сочетании с каким-то коротким топом Это многослойность Ну че, Алиса сечет Я сегодня буду вдохновляться Рианой Потому что она носила такую же стрижку Я решила не быть как все И как моя соперница И я не хочу одеваться в широкое Я хочу вдохновиться Рианой И выбрать какой-то хип-хоп секси образ Тоже Риана ей нравится Слушайте, ну прямо героиня современных женщин у нас Конечно, я хочу огромную шубу Потому что шуба, рэп, хип-хоп — это все понты Это все дорого Я уже знаю, какой я возьму аксессуар Он будет очень дорогой И я знаю примерно, какая у меня будет обувь Сейчас лето на дворе И шуб в магазинах нет Их все убирают на склад Но если Соня догадается подойти к менеджеру магазина И спросить, нет ли на складе шубы Ей могут ее вынести Джинсы я уже нашла А сейчас я ищу майку Алиса, ну майка прям очень очевидная Возьми что-нибудь поинтереснее Вот, я ее нашла Как раз она легкая То, что надо, я ее надену под топ Ой, ну пока, конечно, тоска Алиса нашла майку Ну бомбер мне очень нравится Нет, мне все нравится Но я хотела, конечно, противоположный образ создать Я, говорит, хочу вдохновиться Рианой Секси образом И берет дальше бомбер И Пола Соня, что-то пошло не туда Соберись Вообще не люблю, если честно, ходить по магазинам Для меня прям это груз-печаль Потому что у меня у моего молодого человека Онлайн-магазин И мы как бы шопимся постоянно Тем, чем мы хотим Вот, а сейчас для меня это вообще Ну, не очень кайфово мне Но надо, так надо, ребят Все сделаем Я просто сижу думаю А может не надо было Соню оставлять? Ходит, гундит Сосредоточиться не может Может быть, все-таки, учитывая Соне негатив Нужно было оставить Наташу? Да я сам думаю Не зря ли я выгнал Наташу А может быть, Рога фашить впервые? Александр сказал, что у нас всего лишь один час времени И, признаюсь честно, не так сильно переживаю Потому что я считаю, что это возможно Возможно собрать стильный, качественный образ за один час Конечно, придется постараться Но я верю в свои силы Какие у нас полярные героини Такая негативная Соня И такая жизнерадостная, активная Все объясняющая Алиса Вот такой настрой мне нравится больше Еще я хочу собрать образ меньше, чем на 15 тысяч рублей Чтобы получить 5 дополнительных баллов И это будет еще одно преимущество перед Соней Алиса, ты супер, давай Мы желаем тебе успеха Алиса, Алиса Алиса, давайте вместе Алиса, Алиса Вот, Алиса молодец Знает толк в шопинге Кредитная карта Уралсип станет и вашим помощником на шопинге С ней вы можете приобретать все, что хочется сразу А платить за это постепенно В течение 120 дней действует льготный период А еще доступны снятия наличных Переводы с карты на карту без комиссии И кэшбэк до 30% у партнеров банка Вот так Я подумала, что можно надеть, обуть Какие-то классные босоножки, шпильки Чтобы это смотрелось круто Вытянуло мне ногу Потому что у меня очень красивые ноги Вот я чувствую, что Соня себе не нравится Соня себя на самом деле не любит И в этом вообще корень зла Понимаете? Соня себе не нравится И она всегда в оборонительной позиции Она прям обороняется Париком она обороняется Сложными этими вещами она обороняется Соня себя не любит Конечно же я остановлюсь на них Потому что они очень похожи на то, что носит Риана Гениальная находка Это гениальная находка Я знаю, что эти босоножки, кроссовки очень дорогие Я вижу, что Соня все-таки решила не экономить И это гениальная находка Вот эти кроссовки сейчас будут снова популярны Я, конечно, пока не могу их принять в своей реальности У меня пока гнев и отрицание Но правда, они возвращаются Я еще не придумала, брать ли мне бельевой топ Либо купальник Поэтому я на всякий случай возьму белую майку Потому что у меня целых два образа Еще одна майка У меня будет 10 майк, я не понимаю, белых Хоть одни и те же майки собирают В одном образе я хочу на белую майку Возможно, надеть купальник И сделать такое что-то необычное И шорты А в другом как раз это бельевой топ Другая белая майка и широкие джинсы А также, возможно, мне понадобятся боксеры Но их очень тяжело найти Но надеюсь, я с этим справлюсь Боксеры в мужском отделе можно найти Иди к тебе, их сложно найти Зайди к мужчинам Да, Лина Подтверждаю В мужском отделе действительно есть боксеры Это такой мой черновой вариант Я еще сомневаюсь, на самом деле, по поводу этих босоножек Они вроде яркие Больше всего мне нравятся ремни Потому что здесь есть стилизация Я добавила целых две штуки Они разные по текстуре Поэтому мне нравятся Вообще такая стилизация, да? Целых два ремня добавила Уууу, стилизация Есть чему поучиться А вот толстовка эта на молнии мне не нравится Она какая-то простая, серая Ей объема не хватает Либо уж возьми огромную Вот эти вот полумеры А вы помните, самый главный и обезоруживающий аксессуар Это ваша улыбка О качестве вашей улыбки позаботится электрическая щетка Redmond С пятью режимами Ее ультра-тонкие гибкие щетинки проникают в самые труднодоступные места А звуковая технология обеспечивает качественное очищение зубов В удобный кейс для хранения щетки встроена беспроводная зарядка и ультрафиолетовая дезинфекция щетинок Redmond эксперт в уходе за полостью рта Рогов Эксперт в области моды Ну вы это так прекрасно знаете Продолжаем Этот лук, ну точнее база, оправдала мои ожидания Это подчеркнула мою фигуру Это не похоже на мой обычный образ Конечно, одного комбинезона это мало Конечно же, не под кроссовки, значит, окажется, что я иду в спортзал Наконец-то Соня выбрала что-то по фигуре, что-то сексуальное, комбинезон Но все-таки с ее типом фигуры нужно обязательно компенсировать это чем-то объемным Объемным жакетом, объемным бомбером и нужен каблук, чтобы вытянуть силуэт Нет, если она в этом комбинезоне выйдет на подиум, это сразу нет Вот, если это все на мой комбинезон, на мои шпильки, без моего парика Ну да, ок, берем Черный комбинезон, черный бомбер, ничего неожиданного пока Я вроде уже все собрала, один образ готов, второй тоже, но мне еще нужна сумка, поэтому... Ой, ну все, ускорилась, ускорилась, пара минуточек осталось, давай бегать теперь по магазинам Алиса, так надо было весь шопинг бегать Я думаю, что я успеваю Вот, мне нужна она и на всякий случай возьму вот эту, все, побежали Ощущаю себя не очень, потому что шопинг меня вымотал Вот, хочу прийти домой, сесть за компьютер и заказать себе нормальных вещей Честно, мне обидно Это шоу «Кто круче всех» Две соперницы, Соня и Алиса, продолжают сражаться за звание самой крутой модницы недели и 50 тысяч рублей Всего за один час они должны были собрать образ в стиле хип-хоп А Александр Рогов и Лина Гембикова наблюдали за процессом и делали ставки Кто справится лучше? Итак, позади два испытания разбором гардеробов и шопингом И впереди самое главное, грандиозный финал шоу «Кто круче всех» И мне не терпится начать Девчонки, еще один приветик вам Но я вас поздравляю, вы прошли испытания с шопингом Теперь вам предстоит фэшн-шоу Я напоминаю, от каждой из вас я жду трансформации Я жду преображения Я хочу увидеть что-то супер, вау Вы готовы? Да Реализовать все ваши бьюти-идеи вам поможет наш бьюти-куратор Глаша Гурьянова Глаша, иди к нам Глаша, ознакомься, это наши участницы Это Соня, это Алиса Глаша, я хочу мейковер настоящий, себя не сдерживать, девчонки вы себя тоже не сдерживайте Сегодня можно хулиганить Ура Ура Наконец-наконец-наконец-наконец Тогда я вас оставляю Девчонки, до встречи на подиуме Хорошо Чао Кто круче всех? Модная игра с Александром Роговым Мне выпал хип-хоп, поэтому я бы хотела добавить лоска в свой образ Несмотря на то, что это хип-хоп и немножко гранж, но у меня такой образ элегантный Он элегантный, но в то же время он вдохновлен был Рианой. Мне, кстати, очень нравится, когда хип-хоп сочетается с чем-то очень женственным, даже с ретро-нотами, кстати. Я очень бы хотела сделать чуть-чуть небольшие стрелки, но главное выделить губы. То есть я бы хотела сделать контур и блеска добавить, чтобы так было. А по волосам есть какие-то пожелания? Можно я тебя потрогаю чуть-чуть? Конечно, я бы очень хотела сделать мокрые волосы. Ну, мне кажется, что стрижка идеально для этого подходит. Как бы и влага, и лоск, и немножечко такая хулиганистость. Я думаю, что все сделает свое дело. Ну, в целом, все понятно? Раз все понятно, давай тогда начинать. Итак, Глаша Гурьянова приступила к преображению любительницы винтажа Алисы в хип-хоп-артистку. Макияж станет ярким дополнением образа, потому что мерцать будут не только глаза и губы. Мерцать и переливаться будут стразы, рассыпанные по лицу и телу нашей героини. И результат этой блистательной бьюти-коллаборации в стиле хип-хоп от Глаши Гурьяновой и Алисы вы увидите уже через пару минут. Не переключайтесь. И прежде чем мы начнем, я хочу пригласить в студию жюри этого выпуска. Во-первых, постоянное эксперт-шоу, стилист, фэшн-коуч, в общем, человек все. Это Лина Дембикова. Лина. Лина, привет. Привет. Лук безупречный, юбка супер, топ великолепный, туфли отличные, выглядишь идеально. Вот ты сейчас прикалываешься или серьезно? Нет, я серьезно. А я надеялась сюда ходить 10 сезонов, чтобы наконец-то выбить твой позитивный такой стопроцентный отклик. Вот ты его получила. Лина, занимай свое место. Спасибо. А сейчас я на подиум приглашаю человека-шутку, телеведущего, моего коллегу Владимира Маркони. Вова, мы здесь. А, вот вы здесь. Вов, в каком ты сегодня настроении? Ты хочешь быть злым полицейским или добрым? Я хочу быть модным полицейским, и я пришел сюда, чтобы говорить «да» и «нет». И я вас посажу в специальную фэшн-тюрьму, если будете нестильными. Это мой план. Вов, занимай свое место. А, да, все, иду. Мы с Линой видели героинь до преображения, ты не видел. И, возможно, твое мнение будет самым честным. Поэтому суди образ. Договорились? Да. Ну все. Ай! И я готов пригласить на подиум первую участницу. Это будет Алиса. Алиса, выходи. Ого! Опа! Ого! Я в шоке просто. Она была дерзкая. Так. Вот это да! Вов, я тебе не рассказал о задании этой недели. Как ты думаешь, в каком стиле одета Алиса? Какое было задание? Алиса – учительница начальных классов. Вот такая была задача. Так и было. Вов, так и было. Библиотекарь. Судя по двум сердечкам, которые на груди и в руке, Алиса одета в костюм кардиохирурга. Вот пригласишь юмориста. Он даже не хочет сосредоточиться на задании. Вов, Алиса пыталась собрать образ в стиле хип-хоп. Ну очевидно же. Алис, я хочу все-таки на серьезный лад настроиться. Для меня это шоу про серьезную моду. И я тебе скажу так. Это преображение. Спасибо. А я буду плохим полицейским. Ты знаешь, Алис, в целом ты молодец. Но знаешь, есть какая-то недоработка во всем. Вот смотри. Джинсы, если уж ты выворачивала, сделай больше выворот, чтобы у тебя было видно, что это выворот. Если ты взяла одно сердце, оно классное. Зачем тебе второе сердце? Жемчуг. Я поняла, что ты хотела обвес, ты хотела его накрутить, но получилась какая-то, вот знаешь, веревка. Я понимаю, про что говорит Лина. Хотелось бы чего-то еще. Вот еще обвеса. Вот ты же ориентировалась на Риану. Риана это всегда too much. У тебя как будто бы все слишком хорошо. По-моему, по-моему, это классно. Я бы сам так ходил. Я себя чувствую необычно, но в то же время мне нравится за счет того, что я себя не предала и добавила побольше аксессуаров, и в этом есть такая элегантность. Мне нравится, что ты любишь винтаж. У тебя, правда, офигенный гардероб. Вот я хочу, чтобы ты использовал вот этот новый опыт, полученный в рамках этого шоу, и чтобы ты доработала свой гардероб. Пусть там появится немножко хип-хопа, пусть там появятся эти джинсы, пусть там появятся какие-то майки, футболки, даже вот такие трусы. Потому что мне кажется, что твой стиль может стать совершеннее, и участие в шоу точно не пройдет для тебя бесследно. Благодарю за обратную связь. Я учту, и на самом деле я с вами согласна. Я предлагаю перейти к выставлению оценок. Вы готовы? Так, где здесь три? Где три? Дайте поснимать. А, да, дай нашел. Три. Четыре. Я очень рада, на самом деле. Ой, Алис, рано радуешься. До встречи. Какие оценки члены жюри поставили Алисе, а также получит ли она пять дополнительных баллов, в том случае, если ее итоговый образ стоит меньше 15 тысяч рублей, вы узнаете чуть позже. А тем временем к своему выходу на подиум готовится скандальная рэп-артистка Соня. Это будет хип-хоп. Я буду в парике, и хотела бы поконсультироваться с тобой по поводу мейкапа. Я про парик тебе единственное, что хочу сказать. Так как у вас мейк-овер, да, ты же понимаешь, что даже если ты просто снимешь парик, то у тебя сразу плюс 100 очков будет. Просто там у меня слишком оверсайзный лук, и не хочу, чтобы моя голова оказалась маленькой. Давай покрутим, как вариант. Если нет, то в парике. Хорошо? А у тебя есть какие-то референсы? Да, есть. Покажешь? Конечно. Вот. Хочу что-то из того, что... То есть такое прямо... Это стрелки, да. Конечно, хотелось бы... Немножечко вычурный образ, да, максимально прорисованный, утрированный. Окей, а что по одежде? По одежде у меня будет даним лук. Это будут огромные мужские оверсайз шорты. Это будет огромный бомбер. То есть нам нужно, наоборот, более утрированную женственность и сексуальность тебе создать, чтобы уравновесить. Да, да. Хорошо, я тебя поняла. Я думаю, что и ресниц добавим, да, и всего, и скульптурирование. Ну, ресницы можешь прям вот такие вот сделать. Без проблем. Ты по адресу. Ну что, тогда давай начинать? Делаем. Итак, Глаша Гурьянова приступает к бьюти-трансформации капризной Сони из куклы в розовом парике в хип-хоп-диву. И делает яркий макияж глаз с длинной акцентной стрелкой. И пока Глаша Гурьянова готовит нашу дерзкую Соню к грандиозному, ну, я надеюсь, к грандиозному финальному выходу, я хочу вам рассказать про бестселлер бренда профессиональной косметики для волос Капус – двухфазную увлажняющую сыворотку Dual Renaissance. Она обеспечивает уход за волосами по всей длине, эффективно увлажняет, питает, придает блеск и помогает облегчить расчесывание и процесс укладки. А это подарки от бренда Капус для Сони и Алисы. Вот такой щедрый. Скоро мы узнаем, кто из них проявит себя круче и станет самой крутой модницей недели. Это кто круче всех на СТС. И вы не поверите, Глаше Гурьяновой удалось-таки уговорить строптивую Соню выйти на подиум без парика. И прямо сейчас вся страна увидит это преображение. Боже мой. Боже. Соня. Саша, это точно она? Я в шоке просто. Это я. Презентуй, пожалуйста, свой образ. Мы на самом деле все поняли, мы все видим. Расскажи о нем. Сейчас собаку спущу свою, просто я с ней должна была выйти. Но она не умеет ходить на каблуках, и поэтому она... Вот это, знаешь, настоящий хип-хоп на самом деле. Я ее вынесла на руках. Это перформанс. Я тебе так скажу. Ты, безусловно, антигерой. Правда. С тобой было сложно всем. И девчонкам в трейлере, и съемочной группе. Но я так люблю творческих людей. Я тебя сейчас могу за все простить, потому что это интересно. И спасибо тебе большое, что ты сняла парик. Тебе так круто без парика. Я уже готова домой прийти, скинуть их в яму и сжечь. Понимаешь? Мне кажется, что ты наигралась. Вот она, Соня. Походу, да. Это работает. И ты сегодня, благодаря нашему шоу, возможно, придумала для себя новый сценический имидж. Ты же певица. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Вот правда. Я с тобой лично не была знакома. Я наблюдала за твоим шопингом. И для меня, конечно, вот эти твои метания, твои капризы. Вот, очень сильно хочу домой. Честно. Пустите домой. Да, Барсона, зачем ты пришла? Если ты сама ничего не хочешь, сама ничего не знаешь. И тут ты выходишь. И я в полном восторге. Потому что ты настолько эффектная. Ты такая артистичная. Ты так круто все это обыграла. Каждая деталь твоего образа со смыслом. Я смотрю на Соню, и у меня ощущение, что как будто бы певица Сивиль в свой выходной день пошла с парнями тусоваться за гаражами. Кстати. Нарядилась. Кстати, ты реально похожа на Сивиль. Но это классная хип-хоперская версия. Резюмирую. Я считаю, что ты, возможно, благодаря нашему шоу можешь измениться. Невозможно, а точно. Понимаешь? У меня прям как будто, знаешь, росток внутри уже прорастает. И мне так легко, мне так классно вообще. Я очень хочу, чтобы ты поняла, что ты неплохая, злая девочка. Ты очень классная. Ты очень прикольная. Ты очень наполненная. Ты вообще не дура. Правда. Понимаешь? Услышь сейчас правильно меня. Ты классный человек на самом деле. Я не знаю, от чего ты обороняешься, когда ты стоишь в позу, когда ты закрываешься. Ну вот, может быть, Саша, мои парики, ты какая-то была защита от внешнего мира, понимаешь? У меня был там небольшой, был лишний вес. Я от него избавилась. Осталось себя чувствовать уверенно. Значит, что? Я себя огораживала. Я этого не скрываю. Возможно, да, и парики... Понимаешь? Все, баста. Парики не нужны. У тебя есть ты. Мы тебя принимаем. Коллеги, пришло время выставлять оценки. Давайте. Ох, как это неблагодарно. И как это всегда так волнительно. Вы готовы? Да. Готов? Три, четыре. Еее! Спасибо. Сонь. Я уже стеснялась. Сонь, но ты рано радуешься. Знаешь, почему? Почему? Мы еще не считали цену ваших образов. Отправляйся на бэкстейдж. Совсем скоро мы узнаем, ты станешь самой крутой или Алиса. Хорошо, мы с моей собачкой пошли. Давай, до встречи. Давайте, ребят, пока. Давайте. Вот это накал страстей. Кто круче всех? Модная игра с Александром Роговым. Фэшн-битва «Кто круче всех?» почти завершена. Народные модницы Соня и Алиса продемонстрировали на подиуме свои образы в стиле хип-хоп и услышали комментарии от Александра Рогова, Лины Дембиковой и звездного гостя Владимира Маркони. И прямо сейчас вы узнаете, кто станет самой крутой модницей недели. Передо мной две финалистки шоу «Кто круче всех?» Алис, ты набрала 26 баллов. Соня, ты набрала 30 баллов. Алис, ну у тебя есть шанс выбрать победу у Сони, получив 5 дополнительных баллов в том случае, если твой образ стоит меньше 15 тысяч рублей. Пришло время вооружиться модным калькулятором и посчитать стоимость образов. На Соне бомбер 22 990 рублей, корсет 5 900 рублей, шорты бермуды 12 990 рублей, семейные трусы 400 рублей, очки 28 000 рублей, жемчужное ожерелье и браслет 25 000 рублей, босоножки 14 000 рублей, носки 1200 рублей, сумка 5 700 рублей. Итого 116 180 рублей. На Алисе майка 3500 рублей, лиф 1599 рублей, боксеры 1300 рублей, джинсы 3599 рублей, сумка 1599 рублей, жемчужные бусы 1999 рублей, туфли 3799 рублей и аксессуары на сумму 3893 рубля. Итого 21 288 рублей, 5 дополнительных баллов Алиса, увы, не получает. Алис, к сожалению, ты проиграла. Соня, ну а ты, к счастью, выиграла, я тебя поздравляю. Эй, Соня, ты победила в шоу «Кто круче всех», ты доказала всем, что в этом выпуске, на этой неделе, ты самая крутая модница и у меня есть для тебя два приза. Это очень классно. Я хочу подарить тебе эту статуэтку, доказательство того, что ты самая крутая, и, конечно, получаешь подарок 50 тысяч рублей на безудержный шоппинг. Купи себе что-нибудь в стиле хип-хоп, держи. Обязательно, спасибо большое. Алис, ты прелесть. Это очень крутое соревнование, это было так сильно, это было так круто, вы большие молодцы. Ну а мы с вами увидимся на следующей неделе на СТС в шоу «Кто круче всех?». Пока. Класс. Лучшие, лучшие. А уже на следующей неделе вас ждет новая фэшн-битва. Какое-то разочарование меня пока здесь ждет. Он скажет, что я стриптизерша, может быть. Помогите. Я думала, мне пенсию принесли. Оставь мужчину на месте. Это отвратительно. Это ужасно. К сожалению, это не модный гардероб, и, к сожалению, владелица этого гардероба не модная. Я на восьмом месяце беременности, чувствую себя прекрасно. Я седая, останусь к концу этого выпуска. Как некоторые. Ах ты дрянь! Одна из вас не сдаст этот модный экзамен. На всю страну позор. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok